Девушки отдыхают Критическим объектом инфраструктуры Украины Вскрытие покажет, готова ли Украина пройти этот осенне-зимний период или нет Но на самом деле о том, что будут очень серьезные сложности Это будет самая черная зима на Украине В этом ни у кого нет сомнений Мол, украинцы без света заскучают, от холодов замерзнут И на коленках к Путину приползут Это будет полное, тотальное уничтожение всей энергоструктуры Украины А это досвидос Это еще 5-6, а то и 7 миллионов беженцев Это невозможность жить, это нагрузка на Европу Очень разные есть пути Стоит ли говорить, что подобные надежды россиян показывают их полную оторванность от реальности То есть как они ничего не понимали во времена смешных хотелок о встрече цветами А эти люди, в принципе, готовы с цветами встречать наши войска Это я говорю вполне серьезно И таких людей достаточно много Так до сих пор и не поняли Собственно, именно поэтому с первыми холодами упыри вновь принялись ракетами и мопедами Бомбит ТЭС, подстанции, короче, все, что связано с энергетикой Им даже удалось на некоторое время оставить без света людей в Херсоне, которых, напомним, Россия считает своими У нас по конституционным референдумам 22-го года Херсонская область – часть России Херсон – это российская земля По конституции, по документам Херсон – это Россия Что ж, видать, таким специфическим образом скрипоносцы спасают жителей Херсона от неонацизма О чем гукарекуют на всех эфирах Не случайно эта военная операция называется спасение А потом они удивляются, почему же спасителей так ненавидят Почему даже коллаборанты признают, что пророссийских украинцев фактически не осталось Очень многие из тех, кто тогда выходили на митинги за Россию, Россию, российскими флагами, русские Они сейчас воюют с той стороны И то же самое с Одессой Были конкретные люди, которые были патриотами России, сегодня они... Это большая... Это большая... Это большая... Это большая... Это большая... Это большая... То есть даже некогда лояльная к России публика, столкнувшись не только с людоедством, но и с циничным Враньем зет-патриотов тупо не хочет иметь со скрипоносами ничего общего Ведь как можно нормально относиться к людям из стране, которая третий год пытается заморозить стариков и детей? Ну, зато Соловьев и прочие шизики по телевизору языком все конвенции соблюдают Мы действуем исключительно в рамках международного права Мы приехали собирать цветы Мы принесли вам мир и дружбу Выходите, будем брататься Вообще, конечно, белый кокошник российских пропагандистов Это тема для отдельного разговора Там у некоторых городских сумасшедших, например, до сих пор поворачивается язык втирать Мол, на самом деле целью ударов по энергетике являются предприятия ВПК Не стоит задачи устроить, то есть выключить на Украине свет Глобально вот сегодня такого рода удары по энергетической инфраструктуре Они прежде всего бьют именно по режиму, по экономике, по ВПК Угу, ВПК Кому они эту чепуху втирают? Все ВПК еще с 2022 года запас промышленных генераторов имеют Их тогда все союзники пачками присылали А вот для всех многоквартирных домов генераторов не хватит Да и когда Россия ракетами по котельным фигачит Это как с ВПК связано? Тут даже если бояры пол ящика тяпнуть, то связь не найдешь Это воздушная ударная кампания, которая больше всего влияет на войну, не на мир Ну говорили бы уже честно, что ненавидят украинцев Мечтают, чтобы самые беззащитные не пережили зиму А другие, спасая детей, бежали в страны ЕС Тем более, что такие признания уже прорывались в эфир Нам надо сделать так, чтобы Украина вынуждена была бы отправить сейчас еще 10-15 миллионов беженцев в Европу И пусть эта Европа решает эти проблемы И удары по инфраструктуре, которые должны дезорганизовать жизнь всего украинского государства Будете сидеть без света, без воды, без отопления, без газа, без всего Они должны там и замерзнуть, и сгнить Ненавижу Хотя запоребриковые пропагандисты в последние недели всячески стараются убедить холопов в обратном Якобы украинцы резко прозрели и просто мечтают об освобождении Шутали, в оккупированной Новогродовке упырей встречались цветами 15 тысяч населения Новогродовка, так получилось, они бежали, город практически целый 15 тысяч населения, на секундочку, 15 тысяч населения Я был в многих освобожденных населенных пунктах Я не помню, чтобы так много людей оставалось С Лисичанскими Эти люди ждали России С одной стороны, это хорошо Мы пришли, мы вернулись, мы их освободили Они могут говорить и думать теперь, как хотят Да, 15 тысяч 115 Там даже до войны столько не жило С началом же российского наступления в Шахтерском городке осталось менее 3 тысяч жителей О чем можно узнать еще из летних сюжетов До большой войны в Новогродовке жили до 15 тысяч людей Сейчас осталось менее 3 тысяч И это немало для нынешней обстановки Ну а когда российская армия подошла непосредственно к Новогродовке Мирняк побежал от освободителей пачкан Вот сюжет, внимание Российского государственного информагентства РИА Новости И что же мы там слышим? У нас есть 13 человек Вот здесь в округе где-то 2 дома, 13 человек Мы остались здесь, чтобы жить с Россией вместе Штуниха прям говорит, что в их округе с двумя многоквартирными домами Осталось аж 13 человек 13 карт Зато теперь языком чуть ли не весь город шмой встречал 15 тысяч населения на секундочку 15 тысяч населения Я не помню, чтобы так много людей оставалось Сли сейчас Такой концентрации Мирняка не было и пахнуть Мы, 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 и ты сама помнишь Мы там бегаем Божечки, какие они жалкие И это мы сейчас говорим не с желанием обидеть Просто российская пропаганда еженедельно пробивает дно за днем Не успели бодики опозориться с Новогродом, так как Востанкин решили поведать холопам о пророссийских настроениях и других регионах Украины С просьбой к России спасти страну от дурдома, который устраивает киевская элита, уже открыто выступают все больше граждан страны У Скобеева чуть юбка не треснула от криков Смотрите, сколько наших развелось В Одессе женщина попыталась повесить флаг России на месте снесенного памятника Екатерине Второй, которая на минуточку и основала Одессу И, конечно же, больше других пропагандистов понравилась бабенка из Одессы Вот они, те самые украинцы, которые ждут освобождения В разговоре с одесскими полицейскими смелая русская женщина призвала украинских солдат переходить на сторону официальной Москвы И все это под протокол Женщине теперь светит тюрьма в сроках 3 года Короче, с этой чувишкой и убойки относились культурные соступки Но в какой-то момент кураторам информационной политики простого трёпа оказалось мало А потому одесскую жду ниху решено было сделать великой мученицей и героиней Да и правильно, а то спецоперация 3-й год идёт И каких-то героев из народа со времён мальчика Алёши и бабули с красной тряпкой у Скрипаносов-то нету В Одесском СИЗО погибла женщина, вывесившая российский флаг на памятнике Екатерины Второй Бошечки, какой ужас! Аж подпрыгнул на диване фрезеровщик Ванька из Челябинска Смелая девочка, не побоялась фашистов Вышла за идею, а каратели её взяли и убили Наверное, пены в дуле знаем мы Одни говорят, что одесситка скончалась от проблем с сердцем Другие же заявляют, что её убили При этом никакой официальной информации на эту тему нет Такое ощущение, что бандеровские власти стремятся не замечать весь этот досадный эпизод Чтобы вы понимали количество сгоревших ватных Мы вам сейчас лишь малую часть комментариев под новостями зачитаем Бандеровщина поганая, фашистские подстилки Вас даже фашисты ненавидели Это же насколько там нет никаких законов Что они просто убили женщину на следующий день за флаг И здесь бы кураторам сказать Стопенгаген и тупо перестать раскручивать эту историю Всё-таки минимальными силами им удалось накрутить энное количество дурачков Но нет! Додикам в Кремле эффекта показалось мало А потому в бой бросили во всех смыслах тяжёлую артиллерию Маргарита! Так неужели фашисты таки убили девочку в трусиках? На этой неделе, несколько дней назад Умерла женщина, чью имя и фамилию мы должны запомнить Она умерла мученически, она умерла в СИЗО в украинском Можно себе только представить, что с ней там делали Официально они объявили, что она умерла от сердечной недостаточности Но ей 43 года Где-то на этом моменте мы всей базой НАТО в Эстонии Уже потирали руки в предвкушении Просто напомним, что именно Симоньян громче всех кричала Мол, никогда не врёт и не разгоняет файки Мы всё это рассказываем Мы ни в чём не врём Мы не занимаемся фейками и дезинформацией Да-да, Маргарита, очень верим И сразу возникает очень конкретный вопрос К такому кристально честному человеку Так а с телом одесской мученицы Чё планируется делать? Ну, надо бы ж похоронить её по-человечески, эту героиню Не зря же они её с Зоей Космодемьянской сравнивают Женщина, чью имя и фамилию мы должны запомнить Её зовут Елена Чесакова Невероятно смелая женщина По мужеству и по смелости Сравнимая с теми образцами женского мужества Уж простите за невольный оксиморон И смелости, которую мы все проходили в школе В лице Зои Космодемьянской Здесь мы на секунду отвлечёмся и просто предлагаем заценить Как же лихо останкинские болванчики шкварят историю своей же помойки Мы это впервые заметили, когда покойный Саня Захарченко Тяпнул водочки и Донецку звание города-героя присвоил Столица Донецкой народной республики получила почётное звание город-герой Об этом сегодня заявил глава ДНР Александр Захарченко То есть сельдмаршал, по сути, приравнял Донецк Переживший с 2014 года, внимание Ноль штурмов К реальным городам-героям Чьи защитники прославились в годы Второй мировой Так вот, с Зоей Космодемьянской Ровно та же история Вот кого они с ней сравнили Пропитая чучело Которая вышла на минуту славы Была облита кофе И отправилась под домашний арест Да, друзья, именно под домашний арест О чём её же мама сообщила российским журналистам Лена сейчас, она, ну, дома Но ей нельзя выходить из дома Под домашним арестом до суда И здесь, конечно, возникает главный вопрос Это что же получается? Фашисту дамочку прямо дома убили? В небоглажа фигура масштаба Симоньян врать Она умерла мученически Она умерла в СИЗО в украинском Можно себе только представить, что с ней там делали Оказывается, могла Причём не впервой Никто ей близко никого не убивал Чувишку по-хорошему Это должны были закинуть в СИЗО А вместо этого коллаборантку отправили домой Где она пьёт чаёк и ждёт освободителей Но она сказала Пусть меня даже посадят Но она говорит, что всё равно придёт Одесса всегда была русским опытом И придёт, что она надеется, что придёт И говорит, тогда всё с меня снимут С тем учётом, что Одесса российской армии не светит от слова совсем То лично нам хотелось бы, чтобы на историческую родину Эту красавицу отправили пора Против настроена вот этих всех украинцев Украинской речи Например, в рамках обмена на Украине Находившихся в российском клубе Но чёрт нам подсказывает, что теперь Адамочки быстро забудут Она же не подставила пропагандистов по всем статьям Мало того, что убогую никто не убил Так она ещё и не одесситкой А гостьей из Пермского края оказалась Болтливая маман, как назло, все военные тайны выдала Вот мы и посмотрим теперь, как русские своих не бросают Ну а Украине в случае обмена будет только лучше Стоит ли говорить, что именно такая приезжая падаль И наводят на Одессу ракеты Да и тем, кто ненавидит Украину, не место в этой стране Любишь Путина? Да не вопрос Будешь облизывать его хоть круглосуточно Правда, уже из родного Пермского края Это будет так минимум честно Как по отношению к своим взглядам Так и по отношению к городу, где ты по ошибке оказалась Те, кто лишают свободы других, не заслуживают минуса Аврам Линка Фридом Освободи свою возможность говорить нет Думаем, что каждый из вас достаточно часто слышит слово «сюр» Но что же оно означает? «Сюр» — это сокращенное от сюрреализма Если грубо и вкратце, то сюрреализм — это совмещение сна и реальности То есть то, что в реальной жизни увидеть практически невозможно, потому что это не поддается логике Но в последнее время сюрреализм, можно сказать, просто заполонил нашу жизнь США призвали Украину прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру России Предупреждая, что удары беспилотников могут повысить мировые цены на нефть Ну разве это не «сюр»? Не бомбите горючку для танков и самолетов, которые стирают ваши города, потому что цены на нефть поднимутся Или вот еще Официальный американский нарратив заключается в том, что украинцы не могут использовать американское оружие для ударов по цели на территории Российской Федерации Очень напоминает эпизод из классики Эй, гражданина, ты туда не ходи, ты сюда ходи, а то снег в башка попадет, совсем мертвый будет Это как если бы вам подарили машину, но сказали, из двора на ней не выезжать Вот только надобность в ней нужна как раз вне двора Атакамсы могли бы не только спасти от Кабов, Харьков, Сумы, Херсон и Запорожье, но и прилично усложнить логистику приграничным оккупационным войскам Политика США продолжает ограничивать Украину в использовании Атакамс для нанесения ударов не менее чем по 145 известным российским военным и военизированным объектам Из которых только 16, 6,5% являются авиабазами Отмазок по ограничению была масса, и боязнь эскалации, и недостаточное количество ракет, и даже бесполезность Атакамс Что останавливает Соединенные Штаты, я не верю, что одно конкретное средство будет решающим И знаете ли, я придерживаюсь этого мнения Ну разве не Сюр? Но о позиции США мы недавно рассказывали Они далеко, и им по большому счету все равно, докуда дойдет упырь со своими оргами Совсем не все равно должно быть соседям Украины, которым в случае наихудшего сценария придется обороняться собственноручно Украине нужно помогать до победы, потому что в случае успеха Путина над Европой нависнет серьезнейшая угроза И что удивительно, Сюра и здесь хватает, среди ближайших соседей Украины Пожалуй, самой сюрреалистичной страной, не только граничащей с Украиной, но и всей Европой Является Венгрия До сих пор есть те, кто обвиняет в этой войне не захватчика, а жертву И я хочу спросить их, будут ли они когда-нибудь обвинять венгров в советском вторжении в 56-м? Будут ли они когда-то обвинять Чехов и Словаков в советских репрессиях в 68-м? Литовцы в 91-м? Это так глава Еврокомиссии Урсула фон Греляйн мотнула в грязь венгерского премьера Орбана Залобызание перед Путиным Все даты и события, которые она озвучила, это восстание народов против советской диктатуры За которые они жесточайшим образом были наказаны 4 ноября в Будапешт вошли советские танки, которые жестоко подавили восстание Более 2,5 тысяч демонстрантов были убиты в ходе подавления протестов На запад бежали около 200 тысяч венгров И возвращаясь к вопросу, готов ли Орбан обвинить венгров в том, что они захотели свободы и независимости Премьер ответил в стиле «Это другое» Любое сравнение с тем, что сделали борцы за свободу в 1926 году Не имеет ничего общего с тем, что происходит в Украине сейчас Этот Орбан ушел от ответа, но другой Орбан сдержался И озвучил позицию нынешнего венгерского правительства Мы, возможно, не сделали бы того, что сделал Зеленский 2,5 года назад Безответственно влезть в оборонную войну Столько людей погибло, земель потеряно Это старший советник премьера Балаш Орбан Они не родственники, просто однофамильцы Хотя подозреваем, что скоро эта фамилия станет нарицательной И будет ассоциироваться с чем-то неприятным и противным Так вот, этот второй Орбан ответил достаточно прямо на вопрос фон дер Лайн Касательно того же восстания 1956 года Будапиш придерживается позиции, отличной от позиции союзников по НАТО Поскольку он не получил помощи Запада во время антисоветского восстания 1956 года Которое было подавлено Москвой С Москвой нужно вести себя очень осторожно Собственно, где-то так, а порой даже интимнее они себя с Москвой ведут Другие же бывшие участники Варшавского договора Чехия, Польша, Румыния Извлекли из десятилетий доминирования Москвы совершенно иной урок Урок, когда во что бы то ни стало нужно закупать оружие Проводить регулярные учения И быть готовым защищать свою землю Этот год является для нас рекордным С точки зрения расходов на оборону Почти 159 миллиардов злоток 4,2% ВВП Номер один среди государств НАТО Заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш Но вернемся к Венгрии Именно эта страна сейчас главенствует в ЕС И именно Орман всячески пытается перекрывать кислород Украине Украина не станет членом Евросоюза и НАТО Потому что ЕС на это денег нет Странно слышать подобное от одной из самых дотационных стран Евросоюза В Венгрии был зарегистрирован самый высокий уровень инфляции в Европейском Союзе 24,5% Быстрее всего цены росли на продукты питания Так вот возглавляя ЕС Венгрия планирует блокировать всякую помощь Украине от Евросоюза ЕС проводит ошибочную политику Когда дело доходит до этой войны Если мы хотим победить Мы должны изменить эту проигрышную позицию В каждой войне необходима дипломатическая работа Нам необходимо иметь прямые и косвенные контакты И если мы этого не сделаем Тогда мы еще сильнее погрузимся в войну Так, мы не против контактов Передайте своим дружаням из Кремля По дипломатическим каналам Чтобы убирались с украинской земли И станете героем не только для Украины Но и для всей Европы Мы европейцы можем разговаривать на разных языках Но ни в одном европейском языке Слово мир не является синонимом капитуляции А суверенитет синонимом оккупации Стоит отметить, что и прямая речь, и дебаты И пресс-конференция Орбана в Европарламенте Не прошли без эксцессов Несколько левых депутатов Европарламента Протестовали против авторитаризма Орбана Некоторые даже бойкотировали его вступительную речь И вышли только на дебаты На дебатах же, помимо перепалки И обоюдных обвинений Сурсула и фон дер Ляйн Венгерскому премьеру пришлось выслушать Правду и от немецких депутатов Мистер Орбан, вы не патриот Вы просто полезный идиот России и Китая Вы превратили Венгрию в банановую республику И даже услышат на трибунах гимн Итальянских антифашистов Белла Чао В котором парламентарии прямо намекали Орбану О его схожих с нацистами методах и действиях Во время пресс-конференции венгерский оппозиционный политик Мартен Гекицкий Бросил в Орбана пачку банкнот Обвинив его в продажности интересов страны За сколько вы продали страну? За сколько вы продали страну, господин премьер-министр? Он продался Путину, он продался Си Цзинпину А замминистра иностранных дел Польши вообще указал Орбану на дверь Вывести Венгрию из Евросоюза и НАТО И создать союз с президентом России Владимиром Путином Предложил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану Замглавы МИД Польши Владислав Барташевский Я не очень понимаю, почему Венгрия хочет оставаться членом организации Которая ей так не нравится и якобы плохо к ней относится Как видим, Бафонидов болото макают даже в Европе Но практического действия на него оказать не могут Враг свободолюбивой части человечества уже более года Блокирует столь необходимые Украине средства Европейский фонд мира Размер фонда постоянно растет И сегодня составляет около 17 миллиардов евро Из которых 11 зарезервировано для Украины Для того, чтобы они попали на Украину Страны-участницы должны одобрить перевод единогласно Но сегодня Венгрия выступает против И самое парадоксальное, что многие почему-то уверены В своей долговечности и безнаказанности В этом, например, также был убежден премьер-министр Венгрии Глава партии «Скрещенные стрелы» Ференс Салаши Что именно «Скрещенные стрелы» и их политика целиком и полностью Одобрялись лично Гитлером А сама партия Ференса Салаши направлялась и руководилась из Берлина Руками немецкой агентуры Венгрии Создание Будапештского гетто Отправка 80 тысяч евреев в концлагеря Германии Мобилизация 12-летних Массовая гибель венгров в ненужной обороне Будапешта И истребление всех, кто, по мнению Салаши, не имел права на жизнь Приговоренных заставляли разуваться Затем выводили на мост и связывали по несколько человек Далее убивался один Падая, он увлекал за собой в воду и привязанных к нему живых людей А конфискованную обувь Салашисты тут же отправляли на продажу И Ферен Салаши был до конца уверен, что все, что он делал ради блага Венгрии В итоге 12 марта 1946 года Салаши и трое его сподвижников были повешены на центральной площади Будапешта при огромном скоплении народа Есть в Восточной Европе еще один сосед Украины, глава которого также иногда заряжает такое Что поверить в то, что это говорит лидер европейской страны, просто невозможно Роберт Фитца пообещал восстановить отношения с Россией Если конфликт в Украине закончится во время его пребывания на посту премьер-министра Словакии Мало того, премьера Словакии даже собирается посетить так называемый парад победы в следующем году в Москве И вы не поверите, предложил ударить ракетой по Брюсселю Вместо того, чтобы прекратить бряцать оружием в соседние государства, у нас слишком бурные аплодисменты Громкие приветствия и важные решения, которые поощряют войну Образно говоря, можно пожелать, чтобы одна такая ракета разбила фонтан в Брюсселе Чтобы там поняли, о чем вообще все говорят До боли знакомые предложения, согласитесь Надо долбануть по Брюсселю ядерным оружием Два идеи, отличная Это отличная в кабычках идея у ФИЦа возникла в ответ на призывы многих членов Европарламента Дать разрешение Украине бить ракетами вглубь Мордора При этом премьера Словакии, в отличие от Орбана, нельзя назвать ярым антиукраинским пропутинистом Мы холодно относимся к вопросу членства Украины в НАТО Я говорю об этом открыто Но в отношении членства в ЕС мы полностью на 100% вас поддерживаем Потому что ваше членство будет очень важным и ценным для нас Также Словакия не отказывает в помощи Украине с поставкой электроэнергии в дефицитные периоды Да и с оружием намного легче, нежели с Венгрией Братислава официально отказалась напрямую передавать вооружение Киеву Но если оружие из Словакии попадет в Украину окольными путями, никаких проблем в этом ФИЦа не видит Премьер Словакии Роберт Фитца считает возможными коммерческие поставки оружия словацкого производства на Украину Перестаньте морализировать, кто хочет покупать, пусть покупает Если не продадим мы, то продадут другие Привел слова премьера новостной портал Блеск Также нет проблем и с производством в Словакии партнерских снарядов Которые впоследствии убивают орков на восточных границах Европы Недавно украинская компания подписала договор с европейским партнером, производственной мощности которого находится в Словакии По увеличению производства снарядов калибром 155 мм А что уж говорить о простом словацком народе В Украину прибыла партия 122-мм снарядов, на которую собрал деньги народ Словакии Почти 3000 артснарядов, которые стоили благотворителям 4 миллиона евро Низкий поклон народу Словакии Эта капля в море, но она очень демонстративная и волевая За что огромный респект Мы ранее рассказывали об этой акции В ней поучаствовало более 1% всех жителей Словакии Это уникальный результат, учитывая характер сбора А с учетом действий предыдущего правительства, которое отправило в Украину в ООН самолеты и снаряды Можно сказать, что с этим соседом можно договориться Даже с нынешним его руководством Сейчас стало появляться много кривотолков в отношении Польши Мол, самые близкие друзья в начале крупномасштабной войны становятся чуть ли не злейшими соседями Давайте разбираться Во-первых, даже после парламентских выборов и смены премьера финансовая и военная поддержка Польши и Украины не прекратилась Польша предоставляет Украине уже 45-й пакет поддержки на сумму около 100 миллионов евро каждый Мы предоставили вам более 4 миллиардов евро помощи Материальная помощь именно для ВСУ Во-вторых, мало кому известно, но именно благодаря Польше у ВСУ есть постоянный доступ к спутниковому интернету Эти терминалы Старвин, которые используются в Украине, не спонсируются господином Илоном Маском А финансируются и будут финансироваться исключительно Польшей Это делаем мы, а не кто-то другой В-третьих, и президент Дуда, и представители нынешнего правительства регулярно бывают с визитами в Украине И являются адвокатами Украины на разнообразных форумах и встречах во всем мире Две недели назад я был во Львове, который пострадал от российской ракеты Калибр Вот вы видите результаты этого Российская ракета Калибр, вот вы видите результаты Также в этой атаке пострадал мужчина, а его три дочери и супруга были убиты Все они жили очень далеко от линии фронта Ну и в-четвертых, польский ТЭЦ готовы работать на украинскую энергетику Мы работаем над тем, чтобы иметь возможность сжигать польский уголь, которого у нас сейчас немного А электроэнергию, производимую польскими электростанциями, из польского угля за европейские деньги через имеющийся энергомуст отправлять в Украину А теперь, что касается не самых приятных моментов Как часто это бывает, причиной обид и ссор становятся события из прошлого То, что произошло на Волыне, а произошло то, что украинское сопротивление тех времен отдало приказ об этнической чистке польского населения в Волыне Эта этническая чистка происходила в виде масштабных массовых убийств Конечно, были и польские контрмеры, но инициатором стали действия украинцев Пан Зикорский, никому не нужна половина правды Мы не хотим сильно вдаваться в эту тему, скажем так Действительно, Волынская трагедия имела место, но этому предшествовала масса событий В которых поляки также убивали украинцев на тех же территориях А если добавить к этому Люблинский договор 44-го года или операцию Висла, то конца ни края обвинения не будет Это Закерзония, этнические украинские земли После присоединения Западной Украины к Союзу перешли в состав Польши Режим решил расселить украинцев в северо-западное воеводство На территорию, полученную после войны с Германией Так, для ассимиляции с апреля по октябрь 47-го депортировали 150 тысяч человек Не более 3-4 семей в одно село Подозреваемых в сотрудничестве с повстанцами расстреливали А в концлагерь в Явожно отправляли непокорных крестьян Которые пытались вернуться домой И так можно продолжать очень долго В истории украинопольских отношений было много разногласий Вот только односторонние обвинения польской стороной Очень напоминают путинские лозунги про Новороссию Крущев неправомерно подарил Крым и тому подобное А шантажировать на будущем украинцев, тем более в нынешних условиях На наш взгляд, так вообще низко Глава Минобороны Польши Украина не вступит в ЕС, пока не решится вопрос Волынской трагедии Подобное высказывал и премьер-министр Польши Дональд Туск Мягко говоря, некрасивая и абсолютно неконструктивная позиция Если кто-то говорит, что он собирается заблокировать доступ Украины к Европейскому Союзу То тем самым он вписывается в политику Владимира Путина Но я не знаю, является ли это намерением тех, кто сейчас у власти Я хотел бы знать, что конкретно подразумевают министры, премьер-министры, когда делают подобные заявления Это сложные вопросы, в том числе и для украинцев, которые нужно учитывать Также такие инфраструктуры для самих украинцев Денькуем, пан Энджи, поэтому, уважаемые поляки, мы верим, что вопрос Волынской трагедии разрешится Но не становитесь на путь кремлевских упырей Когда прошлое мешает будущему Это путь назад, но никак не вперед Я получил заверение из Киева, что этот вопрос будет решен Дай бог так и будет Есть еще одна тема в нынешних польско-украинских отношениях, которая очень болезненна для украинцев Если союзники вместе сбивают ракеты и дроны в небе Нижнего Востока То почему до сих пор нет аналогичного решения об помощи успеха российских ракет иранских шахедов в небе Украины? Действительно, почему не защитить тот же Львов, Луцк или Стрей? Мы имеем только две батареи Патриот, в то время, как российские дроны и ракеты залетают на польскую территорию И наша главная обязанность, это, конечно, защищать собственных польских граждан Никто же и не говорит этого не делать Но только сбивая ракеты на подлете к условному Львову Эта защита будет куда эффективнее Потому что обломки российских ракет и иранских дронов упадут на территории Украины, а не Польши Операция, о которой вы говорите, требует определенного сотрудничества в НАТО Другими словами, пан Сикорский хочет сказать, что США не разрешают применять американское оружие Против российских ракет и дронов с территории НАТО То есть польским Патриотам Еф-16 просто запрещено стрелять Как это похоже на осторожную, считай, трусливую политику штатов против недофедерации И когда мы постоянно пытаемся обсудить этот вопрос с нашими партнерами, его пытаются просто заговорить Они боятся даже сказать, мы работаем над этим, даже этих слов боятся, и это правда В итоге поляки, может, и хотели бы сбивать и имеют возможности Но есть негласный запрет со стороны сильных мира сегодня Пока только Беларусь отметилась битием российских шахедов И это, я считаю, унизительно для сильного демократического мира К слову о залётах, Беларусь в последнее время стала второй страной после Украины, куда иранские мопеды зачастили Шестой мопед за ночь перелетел в Беларусь, перелетел с Черниговской области, летит курсом западным в сторону Мозыря И как бы Рыгорич не пытался скрыть подобные факты Прилёты иранских шахедов, запущенных в союзном государстве, конфетируют в разных районах республики Правда, свидетели ударов по Беларуси со стороны Москвы и спецнужбы крутят моментально Не жалеют ни женщин, ни детей В Беларуси нечем выгодно быть слепым и блюхим Женщина, зафиксировавшая падение в кубыковавшее видео на следующее утро, была скручена белорусскими спецслужбами Совершенно спокойно в отношении мопедов и ракет ведёт себя южный сосед Украины, Румыния Неоднократно шахеды залетали и даже падали на территории Румынии Но официальный бухарест не он как рыба И этому есть уже знакомое нам объяснение Запрет на спике аэродинамических и аэробаллистических целей, к сожалению, исходит от Соединённых Штатов В остальном же румыны очень выручают украинцев Это и логистика, пока на других граничных переходах выстраиваются полуторатысячные очереди из фур из-за местных забастовок Румыны всегда относительно открыты Прилично помогли они и во времена блокады Чёрного моря, когда украинцы фурами везли зерно в румынские порты А оттуда уже отправляли по всему миру Я хочу поблагодарить вас, господин президент, за ваше лидерство Особенно на Чёрном море Невероятно, что вы выстояли И помощь, которую вы оказали Украине, весьма значительна Также Румыния является одним из лидеров по обучению украинских военков А это и сапёры, и пилоты F-16, а в будущем и морпехи Президент Румынии хочет создать центр подготовки украинских морпехов Последние события в Украине показали, что Европе нужно увеличить возможности в подготовке ВСУ, Клаус и Оганис Румыния стала единственной страной в Восточной Европе, которая передала Украине батарею Патриот Система Патриот из Румынии прибыла в Украину В общем и целом, за исключением северных, соседи Украины хорошие и достаточно надёжные К сожалению, не все понимают, что пожар из проблемы отдельной квартиры может очень легко превратиться в проблему всего дома И, видимо, некоторые способны это понять только тогда, когда огонь перекинется на их спальню Но благо есть соседи с ведрами, огнетушителями, влажными полотенцами и лопатами, которые будут делать всё, чтобы не допустить этого Потому что это, как ни крути, их общий дом Никто не имеет права говорить про Украину без Украины И именно Украина должна быть государством, которая решает свое будущее И то, на что Украина согласится, то и будет А то, на что Украина не согласится, то не будет никого Люди — главная ценность Украины Желание сделать мир лучше Наличие новаторских идей Дальновидные взгляды Вот он — рецепт настоящего изобретателя Академик Виктор Глушков Стал легендой ещё при жизни Созданные Глушковым электронно-вычислительные машины «Киев» и «Днепр» Стали фактически предшественниками персональных компьютеров В 1997 году Международное компьютерное сообщество Присудило Виктору Глушкову медаль «Пионер компьютерной техники» Николай Колбун — разработчик инновационного медицинского направления и технологий А именно информационно-волновой терапии Эта технология используется во многих направлениях медицины Работами Колбуна в своё время заинтересовался Билл Гейтс Он предложил биофизику и изобретателю 5 грантов для развития этой технологии Украина — талантливая и трудолюбивая Вы смотрите «Фридом», я Сакен Айнерзаев, здравствуйте Сейчас мы будем говорить о саммите организации БРИКС, который проходит в Российской Федерации Россия ввела ограничения против Казахстана за отказ вступать в БРИКС Об этом пишет Moscow Times В Россельхознадзоре запретили ввозить в Казахстан ряд сельхозпродуктов Такое решение объясняют якобы фитосанитарной безопасностью Но журналисты издания предполагают, что это знакомая схема торгового шантажа Брилля Чем так важен для России БРИКС и что будет обсуждаться на саммите, который начинается и проходит в Казани, Андрей Дмитрий 22 октября в Казани стартует 16-й саммит БРИКС Первый после масштабного расширения блока, когда 1 января 2024-го в объединение вступили Египет, Саудовская Аравия, ОАЭ, Эфиопия и Иран Кроме интеграции новых участников, одной из тем саммита станет обсуждение создания альтернативы доллару Ранее Россия уже предлагала ввести общую валюту для блока Но эту инициативу не поддержали другие страны Вместо этого активно обсуждается проект альтернативной финансово-расчетной системы Таким образом, Путин хочет создать площадку для обхода западных санкций На совете БРИКС Путин надеется воспользоваться недовольством доллара Для него создание новой схемы является как неотложным практическим приоритетом, так и геополитической стратегией Самой серьезной инициативой является план использования цифровых денег, обеспеченных фиатными валютами Децентрализация финансовой системы означает, что ни одна страна не сможет отключить другую Из публикации издания «Политика» Однако, как отвечают в «Политика», такая масштабная инициатива может столкнуться с недостаточной споченностью стран БРИКС Во-первых, остается довольно ощутимым противостояние Индии и Китая А во-вторых, есть риск, что странам блока будет сложно сохранять стабильный торговый баланс Эксперты считают, что члены БРИКС не готовы поддерживать по сути антизападную финансовую систему, опасаясь выпасть из мировой торговли И до тех пор, пока Россия остается под санкциями, ни Китаю, ни Индии, ни Бразилии, ни Саудовской Аравии, никому-либо еще Кроме Сирии, мне интересно создание некой параллельной системы Потому что появление такой системы будет означать появление санкций для тех компаний, банков, корпораций, которые будут использовать эту систему Потому что эта система однозначно будет квалифицирована как инструмент обхода санкций БРИКС давно перестал быть только экономической платформой, утверждают эксперты После того, как Международный уголовный суд в Гаге выдал ордер на арест Путина в феврале 2023-го Глава Кремля опасается ехать даже в дружественные страны Из-за этого российский диктатор не смог приехать на предыдущий саммит БРИКС в ЮАР Аналитики говорят, что будущим мероприятием Путин хочет создать видимость, что Россия якобы не находится в международной изоляции А напротив, в клубе государств, которые набирают влиятельность Путин будет использовать для того, чтобы пытаться подчеркнуть, что вот смотрите, вот Запад, а вот в отличие от Запада Вот конструктивные, как это подлинно суверенные государства, кроме риторики, нацеленной на показ отсутствия изоляции России И то, что формируется другой полюс, коллективный, глобальный юг против Запада То есть продолжение линии предыдущего саммита БРИКС В 2024-м заявки на вступление в БРИКС подали еще четыре страны Это Турция, Азербайджан, Малайзия и Сирия Неясным остается статус Саудовской Аравии в организации Заявку королевства одублили еще 1 января 2024-го Но позже в Риаде заявили, что пока не вступили в БРИКС Приезд наследного принца Саудовской Аравии на саммит в Казани Кремль назвал самым значительным внешнеполитическим событием в российской истории Но принц заявил, что не приедет, а вместо себя отправит министра иностранных дел Андрей Дмитриенко для телеканала «ПРИДА» Олег Лесны, президент аналитического центра политика, обсудит со мной вместе эту тему Олег, здравствуйте Здравствуйте Ну, российская пропаганда ликует, это огромный праздник для них Возможность показать своему населению, конечно, в первую очередь Что он не изгои, все-таки приезжают мировые лидеры Это единственный профит от этого мероприятия для путинского режима Ну, знаете, я даже этот профит сейчас попробую испортить Аналогия с тем, что, знаете, вот бывает, когда влиятельные люди приходят в какое-то заведение Праздновать или проводить какие-то мероприятия То директор этого учреждения не является очень весомой фигурой Потому что, к чему я сейчас говорю На самом деле все ехали не к Путину, а все ехали к СИИ Потому что вокруг него они... Сейчас крутится БРИКС Да, в начале это объединение задумывалось как то, которое объединит вокруг России И будет антизападным блоком, который перерастет там больше, чем Большая Семерка и так далее И так далее Но мы срослось И теперь все крутится вокруг Китая И вокруг России И здесь главный и гость, и главный ньюсмейкер Это на первом месте глава Китая На втором месте премьер-министр Индии И дальше по не спадающей Путину Но Путин просто как бы конференсье на этом мероприятии По-моему, по-моему Да, бы от других вариантов, например, радоваться Ну, я не вижу Потому что все, что хотел Путин на нынешний момент, если оценивать У него ничего не получать То есть он хотел, чтобы 30 с лишним стран, условно, да Уставших от доллара Но устали, даже Россия не устала от доллара Просто у него нет И на самом деле Индия и Китай очень сильно устроены в долларовую систему И они не хотят отказываться от этого Потому что вот эксперт у вас подводки четко объяснил Зачем им проблемы на пустом месте Зачем им санкции На пустом месте, когда в защиту России Сделал такой шаг, который, во-первых, очень серьезно ударит по экономике Многих стран А с другой стороны привлечет внимание больших стран Которые ведут санкции За то, что они помогают России Поэтому, на самом деле, и это не получилось Сделать какой-то большой блок антизапад Хотя риторика была совершенно другой Путин заявил, что это не против кого-то Это во имя чего-то На самом деле, большинство участников этого мероприятия Не хотят быть антизападом К счастью антизападной силы Потому что они с западом получают больше профита Нежели в общении и работе с Путиным И поэтому тоже этот этап Или это намерение у Путина, скажем так, не получилось Потому что здесь четко демонстрируют страны свои интересы И БРИКС, на самом деле, если проводить, понятно, для россиян аналогию Это вот и есть у крылового басня Лебедь, Рад и Щука Вот БРИКС, мне кажется, такой же, только там животные Другие можно заменить Там дракон, слон и другие животные Но, в любом случае, это не тот механизм, который тянет ввоз В который и ныне стоит на месте И это очевидно Что, на самом деле, этот саммит закончится фактически ничем То есть будут, конечно, обнимания, вот эти вот, объятия Будут какие-то обещания Будут проговорены какие-то темы Может, даже подыгрывая информационную Путину Но, на самом деле, не получится то, чего будет бояться запад Во всяком случае, пока Потому что, например, в Индии невыгодно, чтобы структура Это была под Китаем И она была эффективной Потому что Индия Это противоположная Китая страна и экономика Которая все-таки стремится к западу Ну, вот, если так вот посмотреть на то, что сейчас происходит Ну, вот и все Саудовская Аравия, кстати, четко тоже показала место России Потому что Россия ее опять объегорила в плане нефти Вам неизвестна судьба родственника или знакомого, который отправился воевать против Украины Проект «Хочу найти» готов предоставить официальную информацию о пребывании российских военнослужащих в плену А также о пропавших без вести и погибших Украина запустила единый центр поиска пропавших без вести для семей российских военнослужащих Чтобы получить всю необходимую информацию Следует обратиться через чат-бот «Хочу найти» в Телеграм и оставить заявку на поиск Кроме бота, россияне могут зайти на сайт проекта «Хочу найти.ком» с помощью VPN В течение 10 рабочих дней вы получите содержательную информацию о вашем близком В котором зафиксировано, как военнослужащие из Северной Кореи получают российскую экипировку По информации центра, это Сергеевский полигон на Дальнем Востоке Ранее в соцсетях очевидцы выложили видео тренировки солдат из КНДР, предположительно, на этом же полигоне По данным Национальной разведывательной службы Южной Кореи, северокорейским военным Выдают не только российскую униформу и оружие, но и поддельные документы жителей Якутии и Бурятии Это новое, вот они побежали, побежали Российская 11-я воздушно-десантная бригада уже формирует подразделение численностью 3000 человек Укомплектованное гражданами КНДР, пишут украинские СМИ Солдаты из Северной Кореи проходят подготовку на Востоке Российской Федерации Сообщил руководитель главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов В настоящее время около 11 тысяч северокорейских пехотинцев проходят подготовку на Востоке России Для участия в боевых действиях в Украине Они будут готовы к 1 ноября Первый отряд из 2600 солдат отправится в Курск Кирилл Буданов, начальник главного управления разведки Министерства обороны Украины В интервью изданию «Севарзу» Развертывание контингента КНДР в России может вывести войну против Украины на новый масштаб эскалации Считает глава внешнеполитического ведомства Франции Поддержка Северной Кореи российских военных усилий была известна уже давно В некотором смысле это также был бы экспорт России этого конфликта в Азию Но если можно так сказать, это также будет подтверждением того, что Россия Владимира Путина Испытывает такие трудности с прорывом украинской обороны и сопротивления Что им приходится обращаться за подкреплением к Северной Корее США и их союзники выразили беспокоенность ядерными и ракетными угрозами со стороны Северной Кореи А также ее растущей военной поддержкой России Нас потрясли сообщения о том, что Северная Корея решила усилить свою поддержку жестокого вторжения России в Украину Теперь мы внимательно отслеживаем поставки не только вооружения, но и людей Я думаю, мы должны признать, что это будет серьезным вызовом Это создает некоторые возможности для нас расширить нашу работу Но в то же время это зловещее новое развитие событий в отношении мировой политики КНДР фактически вторгается в Европу, поскольку она планирует направить солдат на войну Российской Федерации против Украины Это огромная угроза дальнейшей эскалации Это огромная угроза дальнейшей эскалации Мы приближаемся к новой фазе, новым реалиям войны, российской агрессии Потому что в данном случае, как уже заявил президент Зеленский, речь не идет о наемниках Это очень важно понимать Речь идет о регулярных частях вооруженных сил Северной Кореи Которые собираются участвовать на стороне России в ее вооруженной агрессии против Украины В ответ союзники Киева, по мнению Андрея Сибиги, могут расширить военную поддержку Украины Снять ограничения на удары западным дальнобойным оружием по целям на территории страны-агрессора И начать перехват российских ракет и беспилотников в воздушном пространстве Украины А также увеличить инвестиции в производство украинских вооружений Наталья Гусак, Владимир Штенгелов для телеканала «Фридом» Украина в стране немаленькая Надо бы ее подсократить, чем мы, слава богу, и занимаемся В этой войне их главное оружие – ложь А вы не видите, что вас дурят? Изымают части тел раненых на Украине Для того, чтобы продать их потом за границей? Тут в ход идут самые низкие приемы Мы в жертвах грязи Мы воим за Христом Самый главный враг для нашего государства – это сатанизм Теперь им стало мало Украины, и они хотят идти дальше Никакого колебания по применению ядерного оружия не будет Казахи! На Украину, Клинтик, и дальше еще можно Раньше Вашингтон есть Куда приведет их этот путь? Теперь в повестке – упреждающее возмездие Виновники войны В понедельник в 18.00 по киевскому времени На телеканале Freedom Подземное укрытие в центре Запорожья временно превратилось в концертную площадку фестиваля Жители города пришли сюда, чтобы послушать современную музыку, пообщаться и на какое-то время забыть о воздушных тревогах и бомбежках Узнав о фестивале, Дмитрий и Ярослав тут же решили идти на концерт Атмосфера, музыка, все шикарно Пока только концерт, но возможно программу еще посмотрим Пойдем на какие-нибудь другие мероприятия В другом убежище театральное представление город Марии, рассказывающее о первых неделях окружения и оккупации Мариуполя российскими войсками В его основе реальные события и люди – сестры Анны и Анастасия Гречкины, которым удалось спастись из оккупированного россиянами города Это документальное музыкальное представление, созданное под дневником двух сестер, переживших блокаду Мариуполя Во время этой блокады они писали дневники каждый день Анна и Анастасия в своих дневниках описали, как захватчики бомбили дома, убивали горожан Описали безысходность существования в мертвом городе, который с детства был им родным Девушки думали, что выехать на неоккупированную территорию уже не смогут Слушая их историю, многие зрители не сдерживают слез Владелица машины увидела сцену прощания, она еще сильнее потребовала свою семью для того, чтобы эта героиня все же поместилась И у меня в этот момент просто слезы потекли Я не знаю, как можно более убедительно сказать обо всем этом, чем это сделал спектакль «Город Марии» Идея провести гугольфест в Запорожье родилась у организаторов до полномасштабного российского вторжения Тогда не могли предположить, что культурные мероприятия будут проходить в подземных убежищах В нынешних реалиях укрытие обеспечивает физическую безопасность, а искусство создает ощущение внутреннего спокойствия, уверены участники фестиваля Мне кажется, пусть лучше это происходит так Для того, кому все это нужно, место есть То есть культура существует, она сейчас в таком формате Но это лучшее, если бы ее совсем не было Из этого города, Запорожье, мы закончили наше планирование деятельностью в 22-м году В феврале мы были здесь и планировали проводить фестиваль летом 22-го Поэтому сейчас это определенное символическое возвращение с точки, где мы остановились к возобновлению нашей деятельности Единственное мероприятие гугольфеста, состоявшееся вне укрытия, открытие мемориальной инсталляции дерева памяти Она посвящена погибшим украинским воинам Это должно быть не место грусти или тревоги Это должно дать ощущение жизни, утверждает автор Бывший театральный режиссер, а ныне украинский защитник Дмитрий Костюминский Мы хотим, чтобы это место давало нам ощущение процветания и жизни Чтобы этот будущий парк был для всех Чтобы здесь встречаться, проводить время и вспоминать наших военнослужащих, отдавших свою жизнь Гугольфест продлится все выходные Средства от продажи билетов организаторы направят для помощи защитникам, которые воюют на запорожском направлении Олег Притыкин, Борис Яковенко из Запорожья для телеканала Freedom 18 ноября в Рио-де-Жанейро стартует саммит группы 20 Для Путина участие в мероприятии очень важно, говорят аналитики В первую очередь, потому что помогает поддерживать иллюзию того, что страна-агрессор вовсе не находится в международной изоляции Но после того, как в марте 2023 Международный уголовный суд выдал ордер на арест российского диктатора Каждая страна, ратифицировавшая Римский статут, обязана арестовать его на своей территории Бразилия в числе таких государств Я искренне надеюсь, что Бразилия арестует его, подтвердив свой статус демократического и правового государства Если этого не сделать, существует риск создания прецедента, при котором лидеры, обвиненные в преступлениях, смогут путешествовать безнаказанно Андрей Костин, генеральный прокурор Украины В комментарии агентства Reuters Путин заявил, что ордер Международного уголовного суда помехой не является Якобы нужно всего лишь подписать межправительственное соглашение, и тогда он потеряет силу Но поехать в Бразилию глава Кремля все же отказался Пояснил так, не хочет создавать проблему своему другу, президенту Бразилии Возможности международных визитов сейчас у Путина существенно ограничены Контакты с Западом с Единой практически к нулю На самом деле Путин, стремясь возродить вот это вот самое имперское величие И поставить себя в один ряд с другими мировыми лидерами Он на самом деле всего это себя сам лишил После того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина Число его зарубежных визитов резко сократилось На предыдущий саммит G20 в Индии в сентябре 2023-го он не приехал Ограничился присутствием в онлайн-формате А до этого отказался от участия в саммите BRICS в ЮАР А вот Монголию в начале сентября 2024-го российский диктатор посетил Страна ратифицировала римский статут и должна была его арестовать Но вместо этого в Улан-Баторе Путина встретили красной ковровой дорожкой Представитель правительства Монголии пояснил политика Государство зависит от поставок российских энергоресурсов У них просто не было выхода Фактически его ясное дело, что его никто не будет приглашать Странам Запада, странам, которые связаны с Соединенными Штатами То есть странам, которые являются демократическими государствами Наиболее развитыми То есть там, естественно, его никто не ждет Его очень легко могли быть в Африке, в отдельных странах, в Азии, возможно Я подозреваю, что это совсем не те лидеры Которые на самом деле, которые поддерживают отношения сам Путин 17 марта 2023 года Международный криминальный суд выдал ордер на арест Путина И уполномоченной при президенте России по правам ребенка Львовой Беловой Им инкриминируют незаконную насильственную депортацию детей с оккупированных территорий Украины Андрей Дмитренко для телеканала Freedom Подземное укрытие в центре Запорожья временно превратилось в концертную площадку фестиваля Жители города пришли сюда, чтобы послушать современную музыку Пообщаться и на какое-то время забыть о воздушных тревогах и бомбежках Узнав о фестивале Дмитрий и Ярослав тут же решили идти на концерт Атмосфера, музыка, все шикарно Пока только концерт, но возможно программу еще посмотрим И пойдем на какие-нибудь другие мероприятия В другом убежище театральное представление город Марии Рассказывающее о первых неделях окружения и оккупации Мариуполя российскими войсками В его основе реальные события и люди Сестры Анны и Анастасия Гречкины Которым удалось спастись из оккупированного россиянами города Это документальное музыкальное представление, созданное по дневникам двух сестер Переживших блокаду Мариуполя Во время этой блокады они писали дневники каждый день Анна и Анастасия в своих дневниках описали, как захватчики бомбили дома Убивали горожан, описали безысходность существования в мертвом городе Который с детства был им родным Девушки думали, что выехать на неоккупированную территорию уже не смогут Слушая их историю, многие зрители не сдерживают слез Владелица машины увидела сцену прощания Она еще сильнее подвинула свою семью для того, чтобы эта героиня все же поместилась И у меня в этот момент просто слезы потекли Я не знаю, как можно более убедительно сказать обо всем этом, чем это сделал спектакль «Город Марии» Идея провести Гогольфест в Запорожье родилась у организаторов дополномасштабного российского вторжения Тогда не могли предположить, что культурные мероприятия будут проходить в подземных убежищах В нынешних реалиях укрытие обеспечивает физическую безопасность А искусство создает ощущение внутреннего спокойствия, уверены участники фестиваля Мне кажется, пусть лучше это происходит так Для того, кому все это нужно, место есть То есть культура существует, она сейчас в таком формате Но это лучше, если бы ее совсем не было Из этого города, Запорожье, мы закончили наше планирование деятельности в 2022 году В феврале мы были здесь и планировали проводить фестиваль летом 2022 Поэтому сейчас это определенное символическое возвращение с точки Где мы остановились к возобновлению нашей деятельности Единственное мероприятие Гогольфеста, состоявшееся вне укрытия Открытие мемориальной инсталляции дерева памяти Она посвящена погибшим украинским воинам Это должно быть не место грусти или тревоги Это должно дать ощущение жизни, утверждает автор Бывший театральный режиссер, а ныне украинский защитник Дмитрий Костюминский Мы хотим, чтобы это место давало нам ощущение процветания и жизни Чтобы этот будущий парк был для всех Чтобы здесь встречаться, проводить время И вспоминать наших военнослужащих, отдавших свою жизнь Гогольфест продлится все выходные Средства от продажи билетов организаторы направят для помощи защитникам Которые воюют на запорожском направлении Олег Притыкин, Борис Яковенко и Запорожье Для телеканала Freedom В эфире «Наше время» в студии Анна Ниченко Здравствуйте Российские войска снова обстреляли Херсон Атаковали жилые кварталы в центре города Пожилой мужчина и его жена получили ранения Сообщает городская военная администрация У женщины осколочные ранения ног У мужчины контузия и черепно-мозговая травма Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец посетил Катар, где получил списки пропавших без вести военнослужащих Напомню, ранее омбудсмен отмечал, что в реестре пропавших без вести более 37 тысяч граждан Украины Это как гражданские, так и военные Благодаря усилиям нашего основного посредника через Катар Мне удалось получить списки пропавших без вести военнослужащих А также письма украинских военнопленных к своим родным От уполномоченной по правам человека в РФ Татьяны Москальковой И обсудить возможность ускорения процесса отмена военнопленными К тому же удалось наработать договоренности о предоставлении помощи гражданским Которые оказались в сложной жизненной ситуации В частности, содействии и восстановлению личных документов Благодарю государство Катар за посреднические усилия в решении гуманитарных вопросов Дмитрий Лубенец, уполномоченный Верховной Радой Украины по правам человека 187 боевых столкновений зафиксировано на фронте за минувшие сутки Как отметили в генеральном штабе ВСУ, ситуация на фронте остается сложной На Лиманском направлении силы обороны Украины отбили 23 атаки россиян На Кураховском 20, на Купинском 14 штурмов Больше всего 55 попыток российской армии прорвать украинскую оборону Защитники отразили на Покровском направлении Основные усилия атак противника были сконцентрированы Возле населенных пунктов Селидова и Промень Украинские воины отмечают, на этом направлении Противник постоянно пытается менять тактику штурмов Но все его попытки тщетны Сначала он наступал только в пешем порядке Сначала он наступал только в пешем порядке Затем он пытался наступать, используя технику и пехоту параллельно После он попытался наступать только с помощью техники Сейчас он пробует привлекать технику, пеший порядок И использовать такой вид транспорта, как мотоциклы, багги За счет того, что у них большая скорость и дроном трудно их догнать Но все равно есть хитрости, которые эти средства останавливают и уничтожают Заявление Путина о якобы окружении украинских войск в Курской области Это откровенная дезинформация, которая не соответствует действительности Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подчеркнул Вооруженные силы Украины продолжают активные боевые действия на Курском направлении Третий месяц подряд уничтожая боевой потенциал российских захватчиков Несмотря на сильное давление противника на Курском направлении Оккупанты несут существенные потери в личном составе и военной технике В частности, начиная с 8 августа по настоящее время Российские войска на этом участке фронта потеряли 17 819 человек личного состава Благодарю украинских воинов за стойкость, выдержку и настоящее мужество Которое вы демонстрируете нашему исконному коварному врагу На всех участках и направлениях фронта Александр Сырский, главнокомандующий вооруженными силами Украины 1630 российских военных ликвидировали силы обороны Украины за минувшие сутки Об этом говорится в сводке генерального штаба ВСУ Также украинские бойцы уничтожили 7 российских танков, 34 боевые бронированные машины и 34 арт-системы Кроме того, поражены две реактивные системы залпового огня, 73 беспилотника, а также более 100 единиц автомобильной и спецтехники Россия Крупный немецкий оборонный концерн передал еще 20 боевых машин пехоты «Мардер» вооруженным силам Украины Как сообщили в компании, процесс передачи завершен в конце третьего квартала 2024 года Таким образом, общее количество боевых машин, предоставленных Украине, достигло еще 200 единиц Значительная часть из них, именно «БМП «Мардер», первую партию этих «БМП» немецкий концерн передал Украине в марте прошлого года Отказался от работы в «Эппл» ради защиты Украины Наши журналисты пообщались с американским морпехом родом из Китая, который по контракту служил в Украинском интернациональном легионе Завершив службу, решил остаться в Украине и вместе с другом разрабатывать различные технологии на основе искусственного интеллекта для ВСУ Подробности в материале Эту татуировку я набил где-то полтора года назад в Нос-Анджелесе На правой руке американского морпеха татуировка, герб Украины С 2014 года Атикус следил за событиями, казалось бы, в чужой стране Мужчина говорит, ситуация не могла оставить его безразличным и сейчас он уже чувствует себя украинцем Это ощущение какой-то связи Ситуацию в Украине я воспринимаю лично Когда эта война началась, я помню, как однажды смотрел новости и начал рыдать Прямо в офисе Apple Коллеги спрашивали, что у меня случилось Я показал им эти видео Атикус родился в небольшом поселении в северо-восточной части Китая По его словам, в родной стране он не ощущал себя свободным В 2008 я хотел поехать к моему другу в одной из провинций Китая И мне запретили жить в местной гостинице Потому что в моем паспорте не было написано, что я из этой провинции Меня стали спрашивать, зачем ты сюда приехал И я ответил, что приехал к другу И с меня начали требовать доказательства В этом я и чувствовал связь с украинцами, которые страдают от диктатуры со стороны России Я точно так же страдал в Китае С 2014 года, находясь в Китае, Атикус вносил свой вклад в борьбу с российской пропагандой Он создал свой блог на Ютубе А также пытался донести своим знакомым правду о том, что происходит в Украине Это как белое и черное Россия напала на Украину Россия начала войну Я знаю, что об этом есть много неправдивой информации Особенно в Китае Люди в соцсетях часто поддерживают Россию и Путина И с 2014 года я много раз соорился по этому поводу со своими друзьями в Китае Но это ведь так очевидно Если у тебя есть базовая правдивая информация Ты запросто поймешь, кто право, кто нет Путин сказал, мы пытаемся побороть нацистов в Украине Но где они? Я здесь уже полгода, я их никогда не встречал Он говорит, мы пытаемся защитить себя от расширения НАТО Но, бро, НАТО пока не здесь НАТО уже с другой стороны твоей границы Финляндия вступила в НАТО И что ты сделал? Ты не сделал ничего Когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину Атикус находился в Шанхае Вскоре он получил предложение по работе от компании Apple И переехал в Калифорнию Но не смог там долго работать Потому что хотел же лично сделать вклад в борьбу за свободу Украины Поэтому Атикус вступил в интернациональный легион На службе я использовал свои навыки как технарь Я работал в Apple как технарь Я служил в морской пехоте как технарь Поэтому я помогаю Украине именно этими навыками Сейчас его контракт закончился Но Атикус не спешит покидать Украину Вместе со своим другом Они разрабатывают технические решения На основе искусственного интеллекта Которые можно будет использовать в украинской армии Атикус знает потребности военных изнутри А его друг с десятилетним опытом разработок Придумывает как решить ту или иную задачу Главная цель их разработок Защита жизни личного состава С этой технологией солдату не нужно будет заходить в опасную зону Потому что у нас есть удаленный контроль Зачем человеку делать ту работу, которую может сделать робот? Робот может выполнять задачи лучше, чем человек Который к тому же в состоянии стресса Нам нужны люди, чтобы внедрять такие технологии Вместо того, чтобы люди находились в опасных условиях Моя мотивация в том, что я понимаю, что происходит в Украине Я хочу сохранять жизнь защитникам Украины Я не могу сказать им Не идите на поле боя Нет, они там нужны Но ведь я могу предложить, чтобы людей заменили робота Атикус и его напарник Ван работают параллельно над несколькими технологиями Которые могут улучшить не только управление беспилотниками Но и использоваться во многих других сферах в армии Мы можем предложить технологию, которая сможет автоматически переключать радиочастоты Чтобы их не мог заглушить противник Это работает примерно как педаленный контроль в машине Каждый раз используется криптография, которая меняет пароль доступа Если вам нужно, чтобы дрон остановился в определенном месте Вам нужно постоянно его контролировать Управлять позицию, высоту полета Но мы делаем что-то вроде круиз-контроля, как в машине Мы хотим сделать так, чтобы контроль дрона был таким же простым, как в видеоигре В видеоигре все просто, но в реальной жизни много физических факторов Вроде порывов ветра Пока что разработки в процессе Атикус и Ван говорят, их планируют передать украинским военным бесплатно Ксения Сетинская, Никита Бабенко из Одессы для телеканала Freedom Германия и Индия хотят сблизить свои армии Об этом заявил немецкий канцлер во время визита в Нью-Дели По словам Олафа Шойца, более тесное сотрудничество в сфере обороны Страны обсудят во время межправительственных консультаций Это уже третий визит Шойца в Индию после того, как он стал канцлером в 2021 году Главное управление разведки Минобороны Украины перехватило разговор российских военных Которые обсуждают подготовку к приему и распределению северокорейских военнослужащих на курском направлении Как отметили в ГУР, число переброшенных в Россию северокорейских военных составляет около 12 тысяч человек Среди них 500 офицеров, в том числе три пхеньянских генерала В ГУР подчеркнули, что для каждой группы из 30 солдат планировалось выделить переводчика и трех российских командиров Однако сами россияне выражают сомнения в том, что это вообще будет возможно Напомню, первое подразделение военных из КНДР, прошедшие обучение на российских полигонах, уже прибыли в зону боевых действий На слаживание северокорейских солдат, которых федерация намерена задействовать в войне против Украины, выделят несколько недель Об этом сообщили в украинской разведке О какой численности военных из КНДР и каком направлении фронта идет речь, смотрите в материале Валерии Никибеловой Подготовка прибывших в Россию солдат армии КНДР проходит на пяти военных полигонах, расположенных на востоке страны-агрессора Сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной обороны и безопасности Украины Отправленным пьяньяным солдатам предоставляют амуницию, постель, зимнюю одежду и обувь, средства гигиены На российских полигонах северокорейских солдат обучают использованию военной техники, в частности, беспилотных систем А по оценкам российских инструкторов, севернокорейские военные обладают отличным физическим и моральным духом Но им не хватает понимания современных боевых действий, таких как атаки беспилотниками Поэтому может быть много жертв, если они будут развернуты на линии фронта За каждого военного Россия платит около 2000 долларов в месяц, пишет информационно агентство ЮНХАП При этом средняя месячная зарплата в КНДР по состоянию на 2022 год составляла от 1 до 3 долларов Вероятно, большая часть российских денег не доходит до северокорейских военных и их семей А остается у властей КНДР, которые скрывают от собственного населения переброску военных в Россию Есть признаки того, что власти Северной Кореи перемещают и изолируют семьи военных в определенном месте Чтобы эффективно контролировать их и тщательно пресекать слухи Пхеньян планирует подготовить около 12 тысяч северокорейских военнослужащих к ноябрю Часть из них Москва уже отправила под Курск, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины Через некоторое время Россия планирует привлечь северокорейских солдат к боям на направлениях Мартыновка, а также Ново-Ивановка, Малая Локня Говорят в центре противодействия дезинформации Силы обороны Украины контролируют часть Курской области уже более двух с половиной месяцев Армия страны-агрессора не единожды предпринимала попытки вытеснить ВСУ из региона Безуспешно, в том числе из-за нехватки личного состава Теперь Кремль пытается увеличить свои силы в Курской области за счет северокорейских военных, замаскированных под бурят и якутов Силы, вероятно, слишком малы, чтобы переломить ход войны, поскольку Россию нужно будет удвоить свой 50-тысячный контингент под Курском Чтобы вытеснить украинские войска и провести новую волну мобилизации, чтобы достичь больших успехов до линии украинского фронта Северокорейское подкрепление приходит на фоне признаков того, что Россия пытается пополнить свои силы в условиях огромных потерь в Украине Которые, по оценкам западных официальных лиц, составляют более 600 тысяч куплитами и ранеными Из публикации Financial Times Как только солдаты из КНДР будут задействованы в боевых действиях против Украины, они станут для ВСУ легитимными целями, отметили в Белом доме Если они действительно будут участвовать в войне против Украины, они законные цели, законные военные цели И украинские военные будут защищаться от северокорейских военных таким же образом, как они защищаются от российских Военные из КНДР не должны бессмысленно умирать на чужой земле Такое сообщение на корейском языке появилось на интернет-платформах проекта под добровольной сдачей в украинский плен «Хочу жить» Там напомнили, что Украина исполняет норму международного гуманитарного права независимо от национальности, вероисповедания и идеологических взглядов пленных солдат По данным украинской разведки, в последних числах октября северокорейские военные будут задействованы Россией на фронте Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, где заслушал доклад главкома Сырского Глава украинского государства подчеркнул, что это очевидная эскалация России, в отличие от той дезинформации, которая распространялась в Казани в эти дни Там, напомню, прошел саммит БРИКС, на котором Путин сделал несколько заявлений о якобы готовности к переговорам Однако он даже не пытался опровергнуть информацию об отправке северокорейских войск на фронт Мир может четко увидеть, чего действительно хочет Россия, и это продолжение войны Именно поэтому необходима принципиальная и сильная реакция мировых лидеров Фактическое вовлечение Северной Кореи в боевые действия должно получить ответ не в виде закрытых глаз и растерянных комментариев Ощутимого давления как на Москву, так и на Пхеньян для соблюдения устава ООН и наказания за эскалацию Владимир Зеленский, президент Украины, сообщение в Телеграме Привлечение войск Северной Кореи к российской агрессии против Украины – это серьезное нарушение международных законов, включая устав ООН Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС И подчеркивается, что европейская безопасность тесно связана с безопасностью Индо-Тихоокеанского региона Президент Южной Кореи отметил, что Сеул может рассмотреть возможность предоставления оружия Украине И подчеркнул, что это будет зависеть от объемов военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей И подробнее эту тему обсудим с нашим гостем Денис Попович, военный обозреватель, с нами на связи Денис, слышите ли меня? Здравствуйте! Здравствуйте! Рада вас приветствовать! Здравствуйте! Взаимно слышим, Южнорничка! Какой уровень северокорейских солдат, которые уже присутствуют в Курской области, имеют в виду подготовку, экипировку? Речь шла о том, что это спецназ, перебрасываются в войска специального обучения Очевидно, это такие войска, на которых... Ким Чжин хотел бы рассчитывать, не хотел бы случайностей, связанных с дезертивством, побегами и так далее То есть, по идее, это должны быть достаточно хорошо подготовленные и мотивированные войска Мотивированные каким образом? То есть, снова-таки, исходя из данных, в главном поправлении развилки Семьи этих военных военных служб будущих гонятся, в основном, то есть, таким вот образом И их мотивируют для того, чтобы они хорошими великие действия в сюжете А то, сколько их подготовка релеванна современным методам войны, мы узнаем в том случае, когда они вступят в бой Ну, собственно говоря, боевые действия откроют истинные возможности Северокорейства Дениса, говоря о соглашении между Российской Федерацией и КНДР о партнерстве Оно предусматривает взаимную военную помощь в случае нападения на одну из сторон О какой помощи идет речь и что предусматривает вот это нападение, о чем речь? А букве этого соглашения вполне может соответствовать заходу пружины Северокорейства в Усколоке Ну, по факту мы же зашли на территорию Российской Федерации, но вот это может быть расстояние как нападение И на этом фоне может запуститься эта опция договора То есть формально данная ситуация соответствует букве этого соглашения Насколько можно понять, скажем так, его содержание Поэтому и вчерашняя рефикация этого договора, она как бы легализована Присутствие северокорейских поезд на территории Российской Федерации Но сама Российская Федерация дает взамен Северной Корее Опять же мы можем полагаться на открытые службы, на данные, снова-таки, главные полиции развития Которые говорят в том, что, очевидно, взамен Путин передал Ким Чену на ракетные технологии Ядерные технологии и так далее, а Ким Чену на право управлять свои войска в Российскую Федерацию И вполне возможно, что и в Украину в последующем Он рассчитывает получить соответствующий военный, который, берегу психологиями, которые были предоставлены Путиным Уже будет представлять угрозу для Республики Корея, то есть ненужной Кореи И сейчас мы должны очень активно, очень плотно общаться с представителями Республики Кореи Для того, чтобы они изменили свое отношение к прямой военной помощи Украины Ну, соответственно, мы слышим сейчас заявления с их стороны Ну, надо, чтобы эти заявления перешли практически по порядку Но при этом отчаянием России назвали в Пентагоне отправку северокорейских войск на войну против Украины По словам заместителя спикера Пентагона Сабрины Сингх, Соединенным Штатам известно об отправке около 3000 солдат КНДР в Россию Если они примут участие в боевых действиях, это докажет, что Путин не достиг своих стратегических целей на фронте Давайте услышим и обсудим Мы видели доказательства того, что войска КНДР вошли в Россию Что именно они делают, пока не ясно Но мы, безусловно, продолжим наблюдение Это действительно подчеркивает отчаяние России Если они когда-либо вступят в бой, я думаю, это докажет, что Путин не справился со своими стратегическими целями на поле боя В тот момент, что Пентагон называет отправку войск КНДР отчаянием России Это Путину нужно пушечное мясо, но в каком количестве? Чем больше пушечное мясо, тем лучше Тогда они смогут больше бросить войск на пуск участок фронта И больше стянуть своих войск на территорию Украины, для того, чтобы освободить резервы Заявление о том, что это отчаяние, очень на одном из Москва, на самом деле Честно скажу Я, честно говоря, не очень понимаю, почему Российская Федерация становится слабее того, что в распоряжении ее прибывает сверхрескиваясь Какому, наоборот, он засильнее Возможности расширяются Ну, спорить с заявлением издительницы США мы не будем Ну, при этом еще тоже вопрос А сколько КНДР могут дать Российской Федерации своих военных? Ну, тут, понимаете, тут могут дать Но дело в том, что здесь есть различные факты Ну, первое, мы же видим, что они будут очень править подготовку Второе, мы прекрасно понимаем огромное расстояние между Северной Кореей и Российской Федерацией И не Российская Федерация, а линии фронта То есть там как раз Российская Федерация ограничивает Северную Корею И здесь возникают вопросы логистики То есть, безусловно, миллионы сюда не придут Но посмотрим, тут надо рассмотреть То есть, как они себя покажут в бою 13 тысяч северотрестников на службе Вполне возможно, что первые ласточки контингент может быть увеличен До какого-то предела Ну, и говорят многие эксперты о том, что Одна из возможных причин, почему Северная Корея посылает своих солдат на войну Это получение именно боевого опыта для дальнейшего противостояния с Южной Кореей И именно поэтому Сеул сейчас реагирует довольно-таки быстро Вы такую позицию разделяете? А я об этом говорил буквально минуту назад То есть, Путин передает соответствующие технологии А Ким Чи Нин, переправляя свои войска в Российскую Федерацию Рассчитывает получить боевой опыт Что они получат боевой опыт И потом, вместе с теми технологиями, которые будут переданы из Российской Федерации Это уже будет прямая угроза Республики Кореи Я об этом сказал буквально минуту назад А если, смотрите, тоже еще один момент Если Южная Корея даст вооружение Сейчас отреагирует оперативно Что это будет за вооружение для Украины, я имею в виду? Ну, начнем с того, что у них распоряжение Южной Кореи Есть советские Советские образцы вооружения То есть, которые были переданы Российской Федерации В свое время В середине 90-х Танки Т-80У Это БМП-3 Они могут быть переданы Если станет соответствующим Если будет вопрос Поднят таким вот образом Это то, что мы можем использовать здесь и сейчас Также Республика Корея имеет собственные очень интересные разработки Собственные танки К-2 «Панцер» Собственные самоходно-артиллерийские установки «Кадемия Сандер» У них есть собственные зенитно-ракетные комплексы Которые могут сбивать баллистические воздушные цели У них есть оперативно-тактические ракетные комплексы Которые тоже могут быть нам интересны У них есть артиллерийские средства Реактивная система залпового огня Которые не способны для стрельбы ракетами атак Ну, я думаю, что многие из нас знакомы Сейчас с различной продукцией Южной Кореи на бытовом уровне Знакомы с ее качеством Поэтому качество военной техники Я думаю, что здесь под сомнение не стоит ставить Еще один аспект Президент Владимир Зеленский подчеркнул в своем заявлении Что это со стороны Северной Кореи, со стороны Российской Федерации Это очевидная эскалация К чему это может привести? Можем ли мы сейчас это понимать и говорить? Ну, это слишком широкий вопрос Пока что мы можем говорить о том, что Северная Корея Будет каким-то образом участвовать в действительной территории Хрустской области То есть В гиполитическом плане Это, безусловно, расширение войны на весь континент То есть для тех, кто Для тех на Западе, кто опасался эскалации У меня плохие новости То есть это действительно эскалация То есть это фактическое вступление Третьей стороны в Российско-Украинскую войну Несмотря на то, что эти северные корейцы Будут переодеты в форму российской армии То есть мы видели, что они переодеваются в форму российской армии И очевидно, просто таким образом Россия и Северная Корея хотели бы избежать обвинения В том, что Северная Корея официально уступает в войну Акция международного сообщества Москва Не заинтересована в установлении мира с Украиной Об этом свидетельствует углубление Военного союза России и КНДР Заявила об этом представитель Евросоюза По вопросам иностранных дел и политики безопасности Набила Масрали Также она подчеркнула, что по этому вопросу ЕС будет координировать свои действия С международными партнерами Давайте услышим Несмотря на свою заявленную готовность к переговорам Россия все еще не по-настоящему Заинтересована в справедливом, всеобъемлющем и прочном мире Мы следим за развитием событий И Европейский союз будет координировать Свои действия с международными партнерами По этому вопросу А что может мировое сообщество Сделать против итак Подсанкционной Северной Кореи? У меня один рецепт Это объявить войну и уничтожить режим Другого варианта я не вижу С учетом того, что особой реакции нету То я не думаю, что до этого дело дарит А какие состояния на сейчас можно разработать? Новые механизмы, возможно, для того, чтобы Против Северной Кореи, против Российской Федерации Для того, чтобы они были наказаны Ну, собственно говоря, какой это может быть механизм? Насколько это быстрый может быть механизм? Вообще возможен ли? Знаете, у меня достаточно радикальное По этому поводу есть суждение То есть на сегодняшний день я предполагаю еще раз Для того, чтобы остановить режим Кимчанына Который мы видим Института на санкции Рассматривают возможности Переходят в практическую реализацию Переброску войск На территорию Секферации для войны в Украине И санкции не помогли Сдержать этого зверя в стойле То есть здесь только может быть военный ответ Будет военный ответ или не будет военный ответ Мы с вами прекрасно понимаем ответ на этот вопрос То есть, скорее всего, его не будет Что касается Российской Федерации То мы видим, что точно так же Все санкционные меры То есть все дипломатические меры В том числе и поставки оружия Они не вынуждают Российскую Федерацию закончить войну Возможно, потому что эти поставки оружия В распоряжении Украины палеотимны То есть они либо запаздывают Либо недостаточно Либо их запрещают использовать в полной мере Я имею в виду Разрешение на удары по территории Российской Федерации Западными ракетами Сейчас его нет Тогда, очевидно, нужно принимать решение О непосредственном участии Войск условного коллективного Запада В Российско-Украинской войне То есть какие-то военные контингенты Те, которые могут переброшить на территорию Украины Могли бы помочь Побыстрее захочет войну В пользу Украины Но опять же Такие дальше заявления И дальше разговоров Дело не забыли Денис, спасибо огромное за вашу аналитику Зрителям напомню Это был Денис Попович Военный обозреватель Ну а в этом выпуске Я ставлю точку Итоги дня будут традиционно В 21.00 по Киеву До встречи Правда, искажаемая столетиями Ивана Мазепу российская пропаганда Сделала одним из самых страшных преступников Во все времена Мифы, обращенные в пропаганду Украина имени Владимира Ильича Ленина Он ее автор и архитектор Российская история Не имеющая отношения к реальности В общем, сами придумали И сами поверили Методы завоевания новых территорий Екатерины Второй Стали методичкой для всех Последующих правителей России Проект, где мы развенчиваем Самые распространенные исторические мифы Реальная история Каждое воскресенье В 10.00 по Киевскому времени На телеканале Freedom К нам присоединяется Валерий Рябых Директор по развитию информационно-консалтинговой компании Дефенс Экспресс Здравствуйте Доброе утро Доброе утро студия Доброе утро для нашей уважаемой аудитории Итак, вчера вечером В главном управлении разведки Минобороны Украины заявили Что первые подразделения военных Из КНДР уже прибыли В зону боевых действий 23 октября их зафиксировали В Курской области Остальные готовятся И вот командует всем этим процессом Замминистра обороны РФ Юн Узбек Евкоров Скажите, а на что способны Северокорейские солдаты? Каков уровень их подготовки? Ну, прежде всего Нужно говорить Что подразделения Которые могут сейчас Прибывать на Линию фронта Непосредственно Это, скорее всего Отдельные подразделения Которые могут представлять Какие-то специальные подразделения Корейские Или же Рекоментировочные группы Которые Посланы от тех подразделений Которые готовятся Сейчас усиленно На Дальнем Востоке В государстве Агрессоры И сейчас Для подготовки Вот этих войск Задействовано Несколько частей На территории Несколько регионов Российской Федерации В частности Известно о том Что задействовано Пять минимум полигонов Это два полигона В Приморском кране Уссурийский И 249-й Общевойсковой Серегеевки Это также Один полигон В Республике Бурятия Непосредственно Гуан-Удэ Это полигон В Хабаровском крае В Гнезе Волхонка И это полигон В Амурской области Екатерина Славка И тут можно сказать Что Ну прежде всего Сейчас Скорее всего Речь идет О том Что Идет адаптация Этих военнослужащих И Это связано С тем Что Реального опыта Ведения боевых действий Подразделения Северной Кореи Не имеют Опять же За исключением Отдельных Подразделений Специальных сил Ну и Отдельных Специалистов Которые Также Вот По имеющимся Данным Привлекались В то же время Во время Проведения Вот этой Интервенции Российской Федерации В Сирии Также Поэтому Говорит Сейчас О том Что Ну на первых Парах Эти подразделения Могут быть Там полностью Боеспособны Или Как-то Усилить Потенциал Российских Окупационных Войска Не приходится Но конечно же Речь Сейчас Идет О том Что Готовятся До двух Бригад Это До 12 Тысяч Личного Состава Кроме Того По данным Военной Разведки Украины Известно Что В это Число Могут Входить До 500 Офицеров И Три Генерала Которые Посланы Корейским Диктатором Вот Как раз Для того Чтобы Получить Опыт Современных Боевых Действий В условиях Применения Тех Средств Которые С которыми Еще Не знакомы В Северной Корее Ну и Конечно же Этот опыт Для того Получается Чтобы потом Экстраполировать Уже На внутрикорейское Противостояние И Противодействие Южной Корее И Поэтому Ведение Вот таких Войск Предполагается И было бы Логичным Что Постепенно Сначала Где-то На Усиление В составе Подразделения На каких-то Вспомогательных Направления Потом Не исключается Что Может быть В планах Уже Российского Военного Руководства Использовать Подобные Подразделения Для Усиления Собственных Границ Ну и Естественно Что Отдельные Подразделения Вот Подобные Они Могут Быть Использованы В том числе И На Направлениях Активных Боевых Действий Потому что Ну основным Все-таки Вопросом Для Корейского Диктатора Вернее Одним Из основных Это Является Получить Опыт Новых Боевых Действий И Соответственно Подготовить Свою Армию Ну К Действиям В современных Условиях Поля боя Да Но не только Вот опыт Боевых Действий Его Интересует Вот Как Докладывает Разведка Южной Кореи Наш Гур Ким Чен Ин Согласился Дать Путину Своих Солдат В обмен На ядерные Технологии И Конечно Вот Такое Сотрудничество Это Ну явная Угроза Сеулу Скажите А что Это могут Быть За технологии И что еще Кремлевский Диктатор Мог пообещать Киму Тут Это Если ориентироваться Опять же Это заявление Главного управления Разведки Также Есть Руководителя Военной разведки Украины О том Что Речь Может идти В данном Случае О Технологиях Миниатюризации Ядерных Боеприпасов И Получение Технологии Производства Артиллерийских Боеприпасов В ядерном Исполнении И это Конечно же Может Являться Ну Кардинальным Таким Фактором Который Может Подорвать Безопасность Южной Кореи Поскольку Сейчас Даже в тех условиях Которые Сейчас Имеются На линии Разграничения Находится До 6 тысяч Артиллерийских Стволов Северной Кореи Нужно Вспомнить Что Как раз Столица Южной Кореи Сеул Находится В Зоне Досягаемости Этих Артиллерийских Систем Ну и На данный момент Южная Корея Готовилась К отражению Тех же Ракетных Ударов Наращивая Собственно Противовоздушную Оборону И чем Также Повышая Свою Безопасность Уходя Возможности Применения Киньяна Ядерного Оружия Что Сейчас Он может Делать Поскольку Имеет Уже Несколько Десятков Готовых Боевых Зарядов Имеет Потенциал До Расширения Этого Арсенала Еще до Нескольких Десятков Имеет Готовое Плутоний В определенных Количествах И обогащенный Уран Сейчас С получением Возможности От Российской Федерации Возможности Миниатюризации Боеприпасов Ну Конечно же Пхеньян Может Существенно Усилить Свои Возможности Именно Как Того Государства Который Гладеет Ядерным Оружием Кроме Того Речь Может Ити О Технологиях Пуска Из подводного Положения Из подводной Лодки И это Связано С тем Что В Северной Корее Уже Длительное Время Работают Над Созданием Собственного Ракетоносителя Подводного Это делается На базе Советского Проекта Подводных Водок Пятидесятых Годов И Проблема Практической Реализации Для Северокорейского Режима Как раз Лежит В том Что Не решен Вопрос Запуска Ракет Из подводного Положения И Баллистических Ракет И Крыватых Ракет И конечно же Передача Российской Федерации Подобной Технологии Это уже Угроза Не только Непосредственно Южной Кореи Но и Для безопасности Собственно Говоря Всех Стран Региона Включая Соединенные Штаты Ну поэтому Вот Подобная Альянс Он Сейчас То что мы Видим В Публичной Плоскости Не на шутку Взволновал Южную Корею Вот Именно Как раз Потенциальной Возможностью Последствий Вот Подобного Сотрудничества Между Двумя Диктаторскими Режимами Москвы И Пкиниан Для себя Но Также Невзирая На то Что Сейчас Пока Еще Соединенные Штаты Не делают Каких-то Откровенных Заявлений По большому Счету Имеем Только Заявление Признание Факта Того Что Находятся Войска На территории Российской Федерации И Высказывание Министром Обороны США Оттого Что Пока Не Понимаем Что Они Там Делают Но Это Не Значит Что В США А также Не Понимают Этой Угрозы Конец Сентября Начало Октября Были Богатыми На Бавов Но На территорию России Горели Взрывались Склады С боеприпасами Заводы Биохим Кремниел Спирт Заводы Вот Дефенс Экспресс Проанализировала Ситуацию Пришло К выводу Что Вооруженные Силы Украины Этими Ударами За две Недели Достигли Большего Чем Санкции За два Года Какие Потери Для врага Вот За эти Два Месяца Атак Наших Беспилотников Ну Вот Как раз Не зря Сейчас Руководство Украины Обращается К партнерам О необходимости Передачи Дальнобойных Средств И Широкомасштабно Их Использование Могло бы Ну Привести К Более Скорому Завершению Войны Между Российской Федерацией Украиной Прежде всего За счет Уничтожения Потенциала Российской Федерации По ведению Этой войны Как Военного Вот Именно Объектов Которые Непосредственно Задействованы В логистическом Обеспечении Окупационных Войск Которые Делает Украина Так И Конечно же Экономического Потенциала Который Сейчас В полной Мере Используется Государством Агрессором Государством Террористом Для Введения Вот этой Неоправданной Несправедливой И Попирающейся Нормой Международного Права Войны Против Украины Но Однако Ну Невзирая На Пока Еще Осторожную Позицию Соединенных Штатов И Большинства Партнеров Украины По возможности Передачи Вооружений Дальнобойных В частности Что мы Видим Последнее Заявление От того же Министерства Обороны США Которое Говорит Что пока Не изменило Позицию То Естественно Основная Ставка Сейчас Идет На Те Вооружения Которые Изготавливаются В Украине И Речь Идет Как о Дальнобойных Дронах Различных Типов Так И О Тех же Ракетодронах Как и называют В Украине Поляныцам И тут Можно Сказать Что Это Не один Какой-то Подобный Тип Вот этого Вида Вооружений Это Целая Итерация Как минимум В заявлении Президента Зеленского Можно было Узнать О том Что Сейчас Параллельно Идет Работа Над Производством Трех Подобных Типов Подобных Вооружений Ну и Конечно Тут Нельзя Исключать И появление На Пуле Боя Украинских Крылатых Ракет И Украинских Баллистических Ракет Которые Судя Вот По заявлениям Сейчас Украинского Руководства Находятся На этапе Испытаний И Начала Срекомасштабного Производства И Уже Вот эти Вот Те Возможности Которые Сейчас Появились Украины Они Позволили Существенно Снизить Способности Российской Федерации Например В том же Артиллерийском Противостоянии Сейчас Коэффициент Соотношения Между Способностью Осуществлять Артиллерийские Удары Российской Федерации И Украины Снизился От 7 к 1 До 2 к 1 И Все дальше Сейчас Вооруженные силы Украины Продолжают Снизить Этот потенциал Уничтожая Слады Базы Хранения В первой волне Были Эти базы Грау А сейчас Это уже Те склады Которые Находятся Здесь Ближе От Фронта Валерий Буквально Минута Остается Но Мы должны Спросить Об этом Строительство Завода В Украине По производству Байрактаров Закончено Уже На 80% Об этом Говорит Хайлук Байрактар Руководитель Компании И вот По его словам Дата начала Производства Будет зависеть От развития Войны Но завод Будет готов В августе 25-го года Каковы Каковы перспективы Будут ли Еще В небе Украины Летать Байрактары Ну Тут Нужно Сказать Что Байрактар Это Собирательное Название И кроме Собственно Байрактара ТБ-2 Этого Типа Беспилотных Летальных Аппаратов Есть Еще Ряд Беспилотных Летательных Аппаратов Которые Могут Быть Актуальны Производства В том числе На презентации Завода Был показан Такой Современный Беспилотный Бодель Современного Беспилотного Летательного Аппарата Кизер Эльма Который Скажем так Может Это Если охарактеризовать Это Беспилотный Самолет Который Может Нести Всю Необходимую Полезную Нагрузку И Использоваться В качестве Ну Для проведения Тех же Боевых Миссий Уже Вместо Реальных Самолетов И Речь В том Сейчас Интерес И для Украины В том Что Этот Аппарат В большой Степени Также Имеет Украинские Комплектующие Прежде всего Это Как раз Сердце Этого Самолета Двигатель Который Изготавливается В Украине Спасибо Валерий Спасибо за ваши комментарии Валерий Рябых Директор По развитию Информационно-консалтинговой Компании Дефенс Экспресс Был на связи С нашей студией Каждый день Мы общаемся С самыми Авторитетными Экспертами Публикуем Видео С ними На ютуб Канале Фридом Обсуждаем Ситуацию На фронте Важные Изменения Мировой Политики Подписывайтесь На канал Ютубе QR-код На экране Или вы Можете Найти Этот канал В поисковой Строке Ютуб Просто Напишите Телеканал Фридом Русские Народные Сказки Сходи туда Не знаю Куда Принеси То Не знаю Что Сослужишь Награжу По-царски А нет Так Накажу Зря Вы Хрюкаете Не нужно Выполнять Безумные Приказы Царя Фридом Хватит Верить В сказки Потеряли Здоровье Конечности И статус В обществе Жить В России После возвращения С фронта То еще Испытание Для путинских Солдат Чиновники На местах Игнорируют Выплат нет Получить Обычные Услуги Невозможно Из-за клейма Убийца Мы собрали Несколько Историй Российских Военных Преступников Которых Государство Оставило Один На один С проблемами Далее Посмотрим Их реалии Жизни В этом ходунки Убийца 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 По ним По ним Красные Убийца 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 Выдают Кроме Убийца Убийца Прошу Не ваша Парафия Но связь Точно Существует К примеру В результате Действий Силы обороны Украины В сферу Влияния Комендатуры ВСУ Переходит Определенный Населенный Пункт Есть такое Какие в таком С числа Жителей Этот человек Ведет Учет Людей Которые Остались На этой Территории Подает Заявки Комендатуру О потребностях Медикаментов Продуктов Хлеба Воды И Комендатура Занимается Этими вопросами В первую очередь Потом Одно из функций Есть Это Недопускание Случа Мародерства Поэтому Следим За этим Поэтому Существует Подразделение ВСП Которые Следят За тем Чтобы Военнослужащие Не нарушали Установленный Порядок И Есть Подразделения Полиции Которые Патрулируют Улицы Городов Все И Следят За тем Чтобы Люди Не Мародерствовали А скажите Вот Какие На данный Момент Первоочередные Задачи Комендатуры Вооруженных сил Украины Суджи Прежде всего Холодает И Накануне Зимы Всего Что касается Водоснабжения Отопления Может быть Подвозки Каких-то Дров Это Очень важный Вопрос Но На сегодняшний День На первое Место Вышел Вопрос Сохранения Жизни Людям Которые Последнюю Неделю Просто Систематически Подвергаются Обстрелам Авиационных Бомб Например Село Сверликово За Последние Три дня На этот Населенный Пункт Было Сброшено 50 Авиационных Бомб Села Фактически Не существует Людей Эвакуируем Сейчас Пытаемся Предоставить им Место Где они Могли бы Полноценно Проживать Также Пострадал Очень сильно Населенный Пункт Лебедевка Если Сверликово Уничтожено Полностью Там В селе Остался Один дом С крышей Все остальное Ну Фактически Выровнялись Землей То В Лебедевке Фактически 80% Населенного Пункта Уничтожено Ну И сейчас Ежедневно Мы Занимаемся Эвакуацией Людей С этих Населенных Пунктов Дабы Дать Возможность Людям Быть В среде Которая Может Продлить Ихнюю Жизнь Потому Что Российская Власть Банально Убивает Своих Граждан Расстреливает Очень много Звонков От Родственников Писем Которые Пишут Нам С просьбой Узнать Судьбу Ихних Родственников Узнать Как Ихний Дом К сожалению Приходится Сообщать Что Ситуация Очень Плачевная Что Ихни Дома Разрушены Ихних Родственников Эвакуировали Некоторые Из них Получили Ранение Вот И Очень Много Вопросов По поводу Что же Делать Как бы Всем рекомендую Обращаться К власти России Потому что Все Что касается Работы Комендаторы Мы Всем Чем могли Обеспечили Людей И продуктами И медикаментами И теплом В том числе В тех местах Где проживают люди Сейчас установлено Печное Отопление С водой Вопрос Закрыт Мы Привозим Воду Потому что Не получается Возобновить Водоснабжение Поэтому Занимаемся Сейчас Такими Вопрос Здорования Решен На процентов 70 На сегодняшний день Осуществляется Заготовка Дром И в том числе И жителями Этих сел И городов Которые Находятся Под контролем Вооруженных сил Очень многие Люди Высказывают Беспокойство По поводу Что если Вернутся Русские Они Даже Некоторые Боятся Возвращения Русских Потому что Говорят что Им С украинской Армией Намного Проще И лучше Жить Чем Именно С властью России Ну вот Вы говорите Обращаться К России А Россия Ну как-то Реагирует Какие-то Гуманитарные Коридоры Не знаю Какие-то Контакты С местными Жителями Устанавливает Но и в целом Часто ли Жители Подконтрольной ВС Территории Курщины Обращаются С просьбой Покинуть Область Вот Из общений С родственниками Людей Которые Успели Выехать Стало Известно Что Обращались Во всевозможные Инстанции Начиная От Красного Креста В России Заканчивая Президентом России Ни одно Прошение Не было Рассмотрено В тот же Момент Ну я так Понимаю Что это Команда С Кремля Пропагандисты Рассказывают Всякие Страшные Истории О том Что Вооруженные Силы Расстреливают Людей Издеваются Вешают И так далее Подобное Мы стараемся В частности Группа Журналистов Которая Работает В комендатуре Пытаемся Сразу Реагировать На эти вещи Мы приезжаем Непосредственно В тот Населенный Пункт О котором Шла речь Показываем Видео И люди Высказывают Свои мнения И Таким способом Мы развенчиваем Мифы Которые Распространяют Русские Пропаганды Но Надо отметить Что Большинство Людей С которыми Приходится Работать Они Все-таки Я называю Это болезнью Информационной Болезнью Потому что Люди Насколько Зомбированы Телеящиком Что Разговаривать С ними Практически Невозможно Потому что Переубедить В том Что Украина Не нападала На Россию Просто Невозможно То есть Это такие Особенности Идейно-политической Работы Но Победы Все-таки В этой борьбе Есть Есть Такие люди Которые Ну В принципе Поняли На самом деле Что Делает Вооруженные силы Украины На территории Почти за три месяца Почти за три месяца Работы Очень большое Количество Людей Все-таки Начали понимать Что Россия Напала На Украину Но Лучше всего Не потому что Я там Кощенскую Или еще Что-то Лучше всего Сработало Тот момент Когда Прилетели Капы И Дома Были Разрушены И Когда Мы Перевозили Люди Тогда Четко Высказывали Свою Здравую Мысль Они говорили О том Что Как же так Почему Россия Бьет по нам Они же знают Что мы здесь Вы же снимали Вы же показывали Нас Почему же Они нас Уничтожают Некоторые Голосы говорили Что Вот В новостях Рассказывали Что вы звери А вы Очень порядочные Добрые Хорошие люди И Спрашивают А почему У нас 20 лет Врут про Украину Разрение приходит Но К сожалению Приходит тот момент Когда ситуация Критическая Алексей Если продолжать Историю с КАБами С российскими Обстрелами Их же Населенных Пунктов Существует Прекомендатуре Служба Ну вот По примеру Как в Украине Постоянно Это после обстрелов Происходит Которая Которая Фиксирует Военное Преступление Россиян Конечно Сразу Это все Дело И мы Фиксируем Группа Журналистов И Патрули Которые Работают По городам И селам Также Фиксируют Разрушение Все это Документируется И В архиве Все есть Так что Все доказательства Того Как выглядел Например Город Суджа В момент Захода Украинских Войск И то Как он выглядит Сейчас Можно сопоставлять Абсолютно Спокойно Скажите Вот уже Больше месяца Прошло Как Украина Обратилась К ООН К Международному Комитету Красного Креста С просьбой Направить Своих представителей На территории Курской области Которые сейчас Прибывают Под контролем Украинской армии Хоть кто-то приезжал И в целом Какие международные Организации Сейчас присутствуют Хотя бы приезжают В Диман Я не знаю Может Я могу ошибаться Но ни одной Международной организации На территории Курской области Я это не видел И о их присутствии Тоже не слышал То есть Кроме Для того Чтобы Кроме западных Журналистов Я так понимаю Никто и Не приезжал Да? Больше никого Не было Но очень остро Стоит сейчас вопрос Люди лишились домов Мы Группой журналистов Перевезли 20 человек Из которых было Пятеро детей Один из этих детей Это грудничок Ему два месяца И Стоит вопрос Очень остро Что же делать С этими детьми И их семьями Потому что Ситуация действительно Очень сложная Обстрелы не прекращаются Дети начинают болеть Плачут Все время Это Честно говоря Даже не надо Как это объяснить Почему Русские власти Принимают Такие решения Если Если вопрос Об эвакуации Если в Россию На территории России Невозможно Есть ли такая Возможность Детей Или тех Кто может быть Получил ранение На территорию Украины Отправить И там Как-то Обустроить Оказать Медицинскую Медицинскую Помощь В данном Случа Давайте разберем Что такое Гуманитарный коридор Это когда Две стороны Вот например Украина И Россия Принимают решение В гуманитарном коридоре Третья страна Выступает Гарантом Безопасности Тех людей Которые должны Пройти по этому коридору Они сопровождают Их Россия До сих пор Не приняла Такого решения Больше того Господин Песков В одном из интервью Сказал Что Ни о каком Гуманитарном коридоре К ним Никто не обращался То бишь Они даже Не рассматривали На территории Украины В случае Если человек Получил ранение Да Уже принято решение Политическое Мы можем Вывозить Оказывать Медицинскую помощь На территорию Украины Но По оказанию помощи Человек должен Вернуться Обратно На территорию России На сегодняшний день Поданы Также Руководству Страны Украины Прошение О том Что Надо рассмотреть Вопрос Что же делать С людьми Которые Готовы Переехать На территорию Украины Хотя бы Как беженцы Потому что Людей нету Где жить Люди Полностью Отрезаны От всех Благ Существования Будем так Говорить Ну и Самый больной Вопрос Это все-таки Дети И Пенсионеры Инвалиды Которые Там В большом Количестве В связи С последними Новостями Алексей Северокорейские Военные К вам еще В комендатуре Не обращались Но Вот Если Обратятся Какие будут Действия По отношению Гражданам Другого Государства Которые К примеру Попросят Политического Убежища Есть Что-либо При Комендатуре Ну что-то Типа Консульского Отдела Вот На такие Случаи Пока таких Случаев Не было И Опыта В этом Пока тоже Нет Когда будет Я думаю Что будут Разработаны Какие-то Правила Для того Чтобы Это все Дело Узаконить Очень Бы хотелось Да Чтобы Так сказать Не просто Политического Убежища Просили А Целыми Подразделениями Сдавались Алексей Желаем вам Успеха В вашей работе Спасибо Что присоединились К нашему эфиру Алексей Дмитришковский Спикер Комендатуры Вооруженных сил Украины В суд же Был на связи С нашей Студ Спасибо Спасибо И подписывайтесь На Freedom В Telegram Чтобы Знать правду Сканируйте QR-код Камерой Своего Смартфона И присоединяйтесь К числу Подписчиков Нашего канала Если вы Смотрите Нас В YouTube Ссылка На канал В описании Вы также Можете Легко Найти Нас По поиску Telegram Ведя запрос Freedom Получайте Только Самую Достоверную И актуальную Информацию О войне В Украине И событиях В мире Первые подразделения Северокорейских войск Были замечены В зоне боевых действий В Курской области Об этом сообщили В Главном управлении Разведки Министерства обороны Украины Сейчас Около 12 тысяч Солдат КНДР В том числе 500 офицеров И 3 генерала Проходят обучение На российских полигонах Для участия В войне Против Украины Подготовка К боевым действиям Длится около Двух недель Командует Процессом Замминистра Обороны РФ Юнус Бек Евкуров Отметили В Украинском ГО Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова